Между тем, президент Тукаев рассказал о новых поправках в законодательство о кредитовании, которые еще больше ужесточат требования к микрофинансовым организациям, коллекторским агентствам и банкам. Он выразил серьезную озабоченность в связи с ростом числа граждан, испытывающих трудности с погашением займов. А вот мужелесмены даже приводят цифры. Каждый четвертый экономически активный казахстанец имеет просроченный кредит. Что сулит нам новый законопроект, более подробно рассказал депутат мужелеса Берег Бесингалиев, моей коллеге Евгения Бодрова. Наша традиционная рубрика интервью. Депутаты приняли в работу законопроект по вопросам минимизации рисков при кредитовании и защиты прав заемщиков. Вы глава рабочей группы. Расскажите, пожалуйста, что нового в законопроекте и что это даст? На сегодня 8,5 миллионов наших сограждан имеют кредиты физических лиц на сумму 18 триллионов тенге. Много или мало? То есть если по отношению к активам банков порядка 47 триллионов, вроде как бы немного. Но проблема в другом, что из этих 18 триллионов, 9 триллионов потребительские займы бездалоговые, из которых порядка 1,5 триллиона на сегодня, они проблемные. И порядка около 2 миллионов человек, физических лиц, имеют просрочку свыше 90 дней. А это уже, если по отношению к 8,5 всех заемщиков физических лиц, это почти 25%. Каждый четвертый человек имеет просроченный долг. В чем суть? Первое, если, например, заемщик имеет уже на сегодня проблемный кредит свыше 90 дней, то нельзя его кредитовать. То есть у нас есть случаи, когда есть просрочки, и банки все равно кредитуют? Да, случаи, когда там кредитуют. И здесь надо учесть не только банки. У нас 267 микрофинансовых организаций есть. Есть микрофинансовые организации, которые классическим кредитованием занимаются, а есть, которые там предел кредитования, ну так называемый там кредит до заработной платы. Ну, размер 45 дней, там до 50 мрп и так далее. И теперь там, если у заемщика есть просроченный долг, то нельзя, как бы, сверху давать еще, еще, еще и так далее. И человек будет заходить в кабалон, чтобы этого не было. Второе, если у него просроченный долг и вознаграждение, сумма вознаграждения, которая накопилась уже свыше 90 дней, приостановить начисление вознаграждения. Если человек уже три месяца не может его платить, то смысл еще дальше там увеличивать долг. То есть, банки, думаю, будут против этого. Естественно, и банки, и микрофинансовые организации против, но приостановить этот долг. Третье, там есть такие вот моменты, если единственное жилье, и его, как бы, банк забрал по долгу, то, как бы, запрет на выселение людей в отопительный сезон, если у них маленькие дети. То есть, в отопительный сезон, как бы, куда они пойдут. Ну, и дали возможность, даем возможность банкам, чтобы они могли сдавать в аренду это жилье тому же заемщику, кто в этом доме живет. Так он, если платить не будет? Нет, в аренду. То есть, кредит это одно, просроченный долг это одна, сумма другая, аренда, она же там довольно подъемная. Все равно, если там вот этот, когда выселить этот человек, он же все равно где-то будет жить и арендовывать. Так лучше пусть у себя дома. То есть, точно так же, там, приостановить начисление процентов, если человек, ну, скажем так, в армии служит, если он защищает, как бы, родину и уехал, то на этот год приостановить там начисление процентов. Только начисление процентов или выплаты тоже? Начисление процентов и выплаты. Приостановить на этот период. Заморозка. То есть, есть такие, как бы, нормы, которые защищают интересы заемщиков. Ну и здесь еще есть куча вопросов там по процентным ставкам, по другим вещам и так далее. Если разобраться в, как бы, структуре заемщиков, разобраться там, вот это, в просроченном долге и так далее, на наш взгляд, большая проблема со стороны даже микрофинансовой организации. То есть, если я опять-таки говорю про беззалоговые потребительские кредиты, обычно те стандартные кредиты, которые идут и так далее, под залог. Вот автокредитование, там есть обеспечение, ипотека, там есть обеспечение. То есть, вот так вот. А вот потребительские беззалоговые кредиты, это вот основная масса, где обычно возникает проблема. Если говорить там про него, то здесь большая часть выдается, ну, большая проблемная часть через микрофинансовую организацию. Теперь кредиты по этим беззалоговым, этот, ставка у банка 56% годовых, тоже немаленький процент, а у микрофинансовых организаций вообще от 146 до 339%. У нас же был момент, когда мы запрещали такие процедуры. Вот теперь вопрос. Она еще не запрещена, она есть. И самое интересное, вроде как бы кредит короткий, берут его там на 45 дней или там еще там на несколько дней и так далее, в день начисляют 0,4%. 0,4% за кредит. Это вроде как бы, вроде сущий пустяк. Но 0,4%, если в годовых ее считать на 365 дней, это 146%. То есть многие люди даже не разбираются, не вникают в суть. Поэтому вот эти вот вещи, чтобы там это не было, там это повторного кредитования при долге, не было повышенных процентов, вот их собираемся и регулировать. Спасибо вам большое, что нашли время к нам прийти.